Из этого ролика вы узнаете, как человеческое тело вырабатывает антибиотики, как управлять электронами при помощи звука, что наночастицы могут предложить для лечения рака, почему встречаются перпендикулярные орбиты у планет и как обуздать молот Тора. Всем привет! Вы смотрите научно-популярный канал Кверти, а меня зовут Владимир, и не будем терять времени. Если посмотреть на Солнечную систему, то орбиты всех планет расположены плюс-минус в одной плоскости, совпадающей с экватором Солнца. За исключением Плутона. Он выделяется градусов на 11, но его, в общем-то, разжаловали, так что не показатель. Однако, если посмотреть на систему HD 3167, то в ней картина иная. В ней есть три экзопланеты, причем орбиты двух из них, дальних от звезды, перпендикулярной орбите ближней к звезде планеты и вращению звезды. Так-так. Но планеты же формируются из огромного облака, вращающегося в плоскости вращения звезды. Да, все верно. Но орбиты двух этих планет пролегают прямо над полюсами звезды. Почему? Сейчас все расскажем. И об этой, и о других самых интересных новостях науки за предыдущую неделю. И, как всегда, все подробности вы можете узнать по ссылкам в описании. Итак, изначально все планеты, скорее всего, находились в одной плоскости вращения звезды, как бы сконденсировавшись из газопылевого облака. Но впоследствии на протяжении очень длительного времени некое неизвестное внешнее тело стало влиять на орбиты двух внешних планет, оттягивать планеты на себя и перевернуло их орбиты на 90 градусов. Обе странные планеты — это мини-Нептуны. Их обнаружили при помощи кооперативных действий телескопа VLT в Чили, а точнее его спектрографов — Эспрессо, и космических телескопов Хеопс. Первые предсказывали, когда наблюдать, а вторые использовали оптическую спектроскопию высокого разрешения. Кстати, угол наклона одной из перпендикулярных орбит мы до сих пор не знаем, поэтому на изображении только одна перпендикулярная орбита. Ближняя к звезде планета не поддалась внешнему телу, потому что звезда слишком сильно гравитационно на нее влияет. Это самое, пока что невидимое внешнее тело может быть четвертой планетой звездной системы, которую еще только предстоит обнаружить. Конечно, это только догадка, потому что существующих моделей планетарной динамики, объясняющих такое странное поведение, просто нет. Справедливости ради, подобные странные планеты уже находили, и известные планеты даже с ретроградной орбитой. Но обнаружить систему сразу с двумя такими необычными планетами, да еще и с тайной четвертой планеты — это интересно. Сейчас мы с вами поступим как Альф. Смешаем все, что есть, с чем попало. Цвет с электронами, а звуки с кристаллами. Начнем с того, что в кристаллах или стеклах, в общем, прозрачных диэлектриках, есть центры окраски. Это дефектные области, которые поглощают оптическое излучение и становятся цветными. Для примера хорошо подходит бриллиант. Прозрачный — он становится цветным в центрах окраски. По факту эти центры захватывают электроны, и эти электроны очень чувствительны к внешнему воздействию. То есть за счет этих электронов у центров окраски есть характеристики, которые могут сделать их применимыми для квантовых компьютеров, для квантовой памяти или кубитов. Вопрос только в том, как контролировать квантовые характеристики электронов, а точнее их спин. Конечно, есть старые добрые электромагнитные поля, но ученые посчитали, что и механические вибрации тоже имеют шанс. Конкретно — поверхностные акустические волны. Они напоминают обычные волны на поверхности, например, озера, но только на поверхности твердого вещества. В качестве твердого вещества выбрали карбид-кремния — полупроводник, который вполне себе может заменять обычный кремень, например, высоковольтной электроники. И управлять им стали при помощи поверхностных акустических волн. И это примерно как настраивать гитару при помощи электронного тюнера. Только чуть сложнее. Магнитное поле настраивает резонансные частоты спина электронов на частоту звуковой волны, в то время как лазер инициирует переходы между основным и возбужденным состоянием центра окраски. Оптические переходы крайне важны. Они позволяют оптически определять спиновое состояние, регистрируя квант света, который электроны спускают, возвращаясь в основное состояние. Благодаря сильной связи между колебаниями кристаллической решетки и электронами, пойманными в центре окраски, ученые и смогли реализовать управление спинами электронов при помощи звуковых волн. Для наглядности можно посмотреть на волчок. Будем представлять электрон как маленький волчок. Тогда, если мы попробуем наклонить его, то волчок испытает прецессию — смену ориентации оси вращения. Вот то же самое происходит, если воздействовать на электрон звуковой волной. Ось прецессии меняется каждый раз, когда центр окраски перепрыгивает с основного состояния — возбужденная. Есть нюанс. После нескольких таких прыжков квантовая информация, хранящаяся в спине электрона, теряется. Но, как оказалось, это можно предотвратить. Благодаря правильной настройке резонансных частот центра окраски, оси прецессии спина в основном и возбужденном состоянии становятся коллинеарными. То есть ориентация прецессии сохраняется в определенном направлении, несмотря на все прыжки. Проблема решена. Квантовая информация не теряется. Контроль полный. И вся вот эта схема со звуковым управлением открывает новые возможности для контроля квантовых устройств, сопоставимых по размерам с обычными микрочипами. Ну, то есть это приближает квантовую историю, квантовое будущее для широкой публики. Я говорю не про скачки с телепортации, а про квантовые компьютеры. В целом мы знаем, каковы последствия удара молнии в человеческое тело. И не только благодаря фильмам от Marvel. Характерный рисунок на коже и своеобразные повреждения внутренних органов. И это достаточно частое явление. По разным оценкам от 6 до 24 тысяч человек погибают ежегодно от удара молнии. Гораздо больше, чем от зубов акулы или от клыков бегемота. И, наверное, будет еще больше, учитывая изменение климата. Но иногда бывает так, что от человека остаются только одни кости. Смогут ли тогда криминалисты определить, что убийца Тор, а не дворецкий? Как оказалось, могут. И для этого даже не нужно исследовать реальные останки. Или ждать, пока молния попадет в скелет, лежащий, например, на ферме трупов. Да, такие фермы есть. Они стоят на службе как раз у криминалистов. Можно просто в лабораторных условиях пропустить через кости ток на 10 тысяч ампер. Да, это не прям как настоящая молния, но результат похож. Затем нужно проанализировать при помощи томографии и просвечивающей микроскопии изменения в структуре костей. Эти повреждения имеют определенный рисунок, отличающийся от повреждений, полученных, например, при пожаре. Выглядят они как множество микротрещин, складывающихся в сеть, опорными точками которой являются группы костных клеток. Сеть либо беспорядочная, либо радиальная. Также характер повреждений человеческих костей из лаборатории совпал с повреждениями на костях жирафа, про которого было известно точно, что его убила молния. То есть жирафа не убили где-то в подвале сильным ударом тока и не отвезли потом на открытое пространство, на котором недавно была гроза, чтобы изобразить все как несчастный случай. Если вы понимаете, о чем я. Мы как-то привыкли, что все основные антибиотики были открыты несколько десятилетий назад, и каждое новое вещество, потенциальный антибиотик, готовы просто качать на руках. Дело в том, что бактерии постепенно вырабатывают устойчивость к основным антибиотикам, превращаясь в резистентных или даже мультирезистентных, то есть тех, кого не берут сразу несколько типов антибиотиков. Учитывая, что в основном антибиотики – это оружие, которым бактерии сражаются друг с другом, то часто их поиск выглядит как перебор какого-то типа бактерий, чаще всего почвенных, и тестирование производимых ими веществ на бактерицидность. Иногда смотрят и на других существ, скажем, на лягушек. У некоторых из них очень перспективная кожа. Но почему бы не взглянуть и на человека? В конце концов, далеко не все вещества, которые вырабатываются в человеческом теле, хорошо изучены. Ученые просканировали протеом человека. Это, собственно, все-все пептиды и белки, которые и производятся в нашем организме. Условно говоря, цепочки длиннее нескольких десятков аминокислотных остатков уже называют белками, а меньше – пептидами. Ученые искали пептиды, которые обладают определенными противомикробными характеристиками. Во-первых, они должны иметь размер от 8 до 50 аминокислотных остатков. Во-вторых, у них должен был быть положительный заряд. И в-третьих, они должны были иметь и гидрофобные, и гидрофильные составляющие. Нашлось 2600 антимикробных пептидов, потенциальных, потому что их нужно было еще проверить в бою. Из 55 отобранных для испытаний пептидов, примерно 64% могли расправиться хотя бы с одной колонией патогенных бактерий. Если же соединять пептиды, вырабатываемые какой-то тканью человеческого организма, в коктейли по несколько штук, то их сила даже увеличивалась. Например, коктейль из вот этих двух пептидов из плазмы крови лучше справился с бактериями, вызывающими кожный абцесс у мышей, чем если бы пептиды применяли по отдельности. Интересно, что найденные пептиды не имели никакого отношения к иммунной системе. То есть, наш организм вроде бы как умеет их производить, но не применяет их по прямому назначению. И тут невольно задумаешься о том, что возможности человеческого тела действительно очень широкие. Самой интересной новостью прошлого ролика стала новость про то, что раковые клетки чувствительны к низкокалорийной диете. Но не только потому, что им начинает не хватать глюкозы и жиров как строительного материала, но и потому, что такая диета нарушает работу фермента SCD. А из-за этого страдает распределение насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в клеточном строительном процессе. Подробнее по щелчку по подсказке. Еще раз отмечу, что в чистом виде низкокалорийная диета при раке принесет больше отрицательных последствий, чем пользы. И это исследование важно тем, что подсвечивает механизм работы фермента, на который можно нацелиться определенными лекарствами. Современные лекарства, применяемые при химиотерапии, действительно имеют очень много недостатков. Ну, во-первых, они бьют по площади, задевая и здоровые органы. А во-вторых, они далеко не всегда добираются до опухоли в нужных концентрациях. Поэтому ученые присматриваются к специальным доставщикам лекарств, нано-ботам и наночастицам, которые приносят действующие вещества прямо в опухоль. Но методики сейчас пока экспериментальные, и наночастицы могут и распадаться, начать не вовремя. И вот это ученые и решили изменить. И сейчас самое время сказать про лекарства. Это такие предшественники лекарств. Вещества, которые нужно немного изменить, чтобы они стали действующим веществом. Их смысл в том, чтобы попасть в опухоль, где под воздействием веществ, имеющихся в опухоли в избытке, они превратились в лекарства. Например, химиотерапевтическое вещество доцетоксил модернизируют, добавляя в него дисульфидный мостик. В этом состоянии оно неактивно. Но если эта молекула попадает в опухоль, глутатион, содержащийся в опухоли, разрушает мостик, и молекула переходит в активное состояние, атакуя опухоль. Но чтобы доцетоксил добрался до нужного места, ему нужна основа, транспорт, грузовичок, который не развалится по дороге. И ученые добавили в вещество триглицеридный фрагмент, состоящий из остатков жирных кислот. Три разные кислоты, и получилось три разных экспериментальных лекарства. Вот так выглядят формулы этих лекарств. Важно, что все вещества способны к самосборке в наночастице, в водном растворе, формируя тот самый грузовичок. Разница только в количестве двойных связей в молекуле. Окей, но глутатион же действует только на лекарства. А что же мы будем делать с самой наночастицей? А она распадается при воздействии на нее липазы, еще одного вещества, характерного для опухолей. И если на наночастицу действует одновременно и глутатион, и липаза, происходит бинго, к которому и стремятся ученые. Полное разрушение наночастицы и высвобождение лекарства. По смертельности для опухоли лучший показатель был у наночастиц на линолевой кислоте. А эксперименты на крысиных опухолях показали, что чистый доцетоксил проигрывал по эффективности про лекарству в наночастицах. Это видно по скорости уменьшения опухолей. Ну и побочные эффекты с наночастицами были ниже. Крысы теряли меньше веса, чем с чистым доцетоксилом. В общем, эксперимент выглядит неплохо. Эта методика называется таргетной терапией, подразумевая, что лекарство целится в одну определенную мишень. Ну что ж, а на этом на сегодня все. Большое спасибо вам за просмотр. Вы можете проголосовать за самую интересную новость выпуска в нашем телеграм-канале. Оставляйте свое мнение в комментариях, щелкните колокольчик и подпишитесь на наш канал. И до скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!